24 июня во Владивостоке на набережной Цесаревича прошло празднование Дня молодежи. Программа разрослась несколько тематических треков и лейтмотивов возможностей молодых людей в 2023 году. Такие мероприятия дают возможность расширить это видение, увидеть других людей, не из своей типичной сферы, своего орела обитания, увидеть, услышать эти истории разных людей. Не про успешный успех, не про вот эти красивые картинки, которые мы сейчас видим в соцсетях, либо по телевизору, а в виде реальных людей. Потому что все, что создано вокруг нас, это создано обычным человеком, который, как вы, как я, который однажды утром проснулся и сказал, точно, я буду делать вот такие футболки, в них будут ходить вот такие ребята, это были обычные люди, ну вот как мы с вами. Это очень классно, потому что ты понимаешь, что в этой жизни действительно все возможно. Главной ценностью этого праздника на всех площадках без исключения стала польза, которую получили от мероприятия гости Дня молодежи. Кроме этого, на одном из лекториев выступил мэр города Владивостока Константин Шестаков. Дискуссия в формате вопрос-ответ затрагивала тему перспективных способов развития города. Праздник, День молодежи, он очень владивостокский. Ну, во-первых, у нас крайне молодой город. Ну и он такой свободный, дерзкий, это вот как раз, наверное, там больше ваш дух. А на уличной площадке выступали музыкальные коллективы города. Каждый гость мероприятия смог обрести новые знания и уникальный опыт, попробовать себя в творческих, патриотических, спортивных, культурных, а также социально полезных активностях. Мне очень нравится, достаточно много площадок. Интересно сравнивать с тем, что было в прошлом году. В этом году, я вижу, добавились еще новые площадки. Сегодня я уже успел побывать на площадке сам себе велосипед. Также выступил на сцене со своими стихотворениями на малой сцене. Успел дойти до крытых, так скажем, зон, спидкубинг, рисунки. Разнообразие площадок поражало каждого гостя. За один день можно было побывать в средневековой деревне, послушать лекции, сняться в ВК-клипах, поиграть в настольные игры. А те, кто остались до конца мероприятия, смогли послушать выступления группы «Раса». Степан Скляров, Ксения Абыкова. Новости на Восьмом.